Что общего между баскетболом и шахматами? Учитель Василий Щербина уверен, что гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Уже 4 года на своих уроках он учит ребят не только скорости и выносливости, но и умению мыслить. За 40 минут школьники изучают приемы игры и запоминают основные ходы шахматных фигур. Как это происходит, педагог продемонстрировал экспертам во время конкурсного испытания урок. Сама причина 8 уроков в моей деятельности, это я увидел детей, которые по мере своих физических качеств не могут выполнить на определенном уровне какие-то спортивные элементы. Элементы, которые выполняют остальные дети на высоком уровне, им не получается. И поэтому я попытался этим детям более дать глубокие знания в шахматах, чтобы они стали на том же уровне. И если за звание учитель года борются одни мужчины, то в номинации воспитателей только представительницы прекрасного пола. Светлана Александрова детей пригласила в настоящую космолабораторию, где вместе с Рабатошей познакомила их с новым веществом, показала удивительные эксперименты и научила новому виду творчества. Я применила технологии проблемного обучения. Я не даю детям готовые знания, а заставляю их думать, размышлять, выбирать варианты решения и проверять правильность принятия решения. Также на занятии я старалась им привить такие важные человеческие качества, как сопереживание, умение помочь, умение делиться с другими. За всеми действиями конкурсантов внимательно наблюдают эксперты. Они оценивают участников сразу по нескольким критериям. Взаимодействие с детьми, профессионализм, умение применять современные технологии и грамотность. По словам жюри, с каждым годом уровень участников только растет. Безусловно, растет. Помимо педагогов опытных, у нас присоединяются и молодые педагоги. И это радует. В этом году для молодых педагогов выделили отдельную номинацию «Педагогический дебют». Здесь участвуют специалисты, которые проработали не более трех лет. Несмотря на небольшой стаж, им уже есть чем поделиться с коллегами. Так, например, учитель физкультуры Евгений Мыльников для своих учеников записывает видеоролики с физическими упражнениями. На дом я им давал домашнее задание, упражнение, приседания, отжимания, пресс. Но так как дети сейчас очень много сидят в компьютерах, в интернете, в гаджетах, я решил все-таки приятные с полезным совместить. И уже мой небольшой такой опыт, как учитель практик, показал, что действительно это эффективно. Впереди участников ждут еще несколько конкурсных дней и новые испытания. Кто справится с ними лучше, остальных станет известно 22 февраля. Оксана Зучукова, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...